За рабочим визитом Гомель наведал старшиня Союза письменника в Беларуси Миколай Чаргенец. Он побывал у головной библиотецы региона, сустрелся с литераторами Гомельщины, своими читачами и студентством. Подрабясь с ней про визит знакомитого письменника расскажет моя коллега Ганна Ковалева. Первый пункт в программе визит у беларусского литератора и громадского деятца Гомельская областная библиотека имя Ленина. Тут Миколай Чаргенец переда установит свои книги, а так само сустрелся с читачами и членами Гомельского отделения Союза письменников. На сустрече пройшло обмеркование актуальных пытаний у литературного сяродзия. Старшиня Союза письменников отзначил, что на Гомельщине добро развивается детячая литература. Дарочи особных поэтов и письменников у гэтый вечер захватили за досягнение на конкурсной Ниве. Так награды отримали авторы часописы Метамар Фозы и лауреаты конкурсу «Золотой пяро России». Сарод их Михаил Дедавец, який завоевал диплом у экологичной тематицы. Надея Дмитриева стала лепшая в номинации «Моя, малая, родима», а Раиса Дейкун – в военно-патриотичной теме. Владимир Шаронов стал сребным призером в номинации «Поэзия». Сребным лауреатом так само стал директор Гомельской областной библиотеки Марина Рафеева за наладживание громадских коммуникаций, а гран-при в номинации «Фото» отримала Наталья Сляднева. На наступный день Миколай Чергенец побывал в Гомельском университете «Мя Франциска Скарыны». Тут ему продемонстровали реконструкцию друкарского станка початка 16-го года, якую своими руками зарабили выкладчики. С его допомогой навод узнавили оригинальный текст из Библии, якую в свой час даровал свету Франциск Скарына в 1517 году. Посмотрим, что получилось. Аплодисменты. Посет этими о Франциске Скарынах это покажет, складая 70%. Вы понимаете, студенты ведь народ такой, как он наиболее подготовлен среди молодежи, в первую очередь. И, конечно, писатели видят перед собой обязанность постараться среди них выявить таланты. Ежегодно проводятся десятки различных конкурсов. Вот, например, в вашей организации проводят среди детей конкурсы, а победителям издают книжечки. Мы, конечно, и дальше будем приветствовать, помогать. И там, где есть литературное объединение, кружки, мы стараемся, чтобы наши писатели, союзы писателей, участвуют в этом, как организаторы, как помощники. С тем, чтобы одновременно и выявить талантливых молодых людей. За имя эти будущее.